Андрей – выпускник губернаторского училища народных промыслов. С детства любит работу с деревом. Ещё в детском саду таскал с собой разные палки и доски. А сегодня настоящий профессионал в плетении из лозы. Для молодого человека это не просто увлечение. Он рассчитывает, что искусство станет его профессией. Повысить свой разряд хотя бы на два шажка. И потом только уже открыть лавку, так сказать. Чтобы не только в Междуреческе покупали, а по всей стране. В центре Кемерово, возле фонтана, торты, булочки, сувениры, поделки из металла. Лучшие выпускники всех областных СУЗов не только демонстрируют свои работы. Они проводят и мастер-классы для всех желающих. Здесь представлена работа победителей конкурсов. Как я уже сказала, профмастерства, фестивали творчества, арт-профи-форум. Значит, лучшие работы с конкурсов технического творчества. Все эти конкурсы в течение года проводятся. Лучшие изделия представлены сегодня здесь на ярмарке. В 90-е годы 20-го века в СУЗы практически перестали подавать документы. Все хотели получить высшее образование. Из-за этого сегодня в Кузбассе нехватка рабочих специальностей. В 20-е, 30-е годы вспомните, кто строил Россию. Промышленные гиганты. Кто строил КНК, Кемеровский грязь, Шахты, Зимы, Казамолис, Черная гора, Прокоперск. Больше бабушки, деды, прабабушки. Возродить престиж профессии строителя, повара или, например, швеи – один из главных приоритетов в Кузбассе. В 2010-е годы количество заявлений, поданных в колледжи и училища, значительно выросло. Остается только надеяться, что эта тенденция продолжится и в будущем. Аркадий Кемеев, Анастасия Прокудина, Константин Червяков. Новости моего города.